новые реалии вызовы в сфере внешней политики Азербайджана в результате победы в отечественной войне прошлого года. Эту тему обсудили на расширенном заседании коллегии в Министерстве иностранных дел. При участии послов, при особым поручениями руководителей структурных подразделений глава Меджи Хумбайрамов отметил важность активизации дипломатии страны, в частности в деле доведения до мировой общественности реалий Азербайджана. Министр подчеркнул необходимость привлечения профессиональных и патриотических кадров для выполнения этих задач. Приоритеты внешней политики Азербайджана обсудим с политологом Эльгаром Элизаде. Здравствуйте, Эльгар Мелли. Здравствуйте, здравствуйте. Эльгар Мелли, мы знаем, что в ходе Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную независимость, территориальную целостность. И сегодня главная задача – это активное притворение нашей дипломатии в соответствии с новыми реалиями Азербайджана. Как будет выстраиваться, по вашему мнению, отношение с региональными партнерами? Я думаю, что, в принципе, победа заложила очень важные основы для нового регионального мироустройства. И именно эти основы будут служить нам для ориентира, для выстраивания эффективной внешнеполитической линии. Прежде всего, необходимо говорить, что Азербайджан, конечно, сохранит стабильные и прогнозируемые отношения с основными всеми своими партнерами по региону, внерегиональными партнерами. Мы открыты к конструктивному диалогу, к сотрудничеству. Президент нашей страны выступил с обращением в конце прошлого года о создании платформы шести государств, которые включают три региональных игрока, три внерегиональных игрока. Конечно, к этой платформе могут подсоединиться и другие государства подключиться. И в этом смысле, конечно, наша внешняя политика, она, опираясь на те ориентиры, те наработки, которые были выработаны в прошлые годы, должна быть более эффективной и отвечать потребностям сегодняшнего дня. Об этом говорилось как раз-таки на этой коллеге. Господин Элизаде, вот во внешней политике Азербайджана четко отражается принцип укрепления и развития сотрудничества с соседними странами. Как бы вы охарактеризовали внешнюю политику нашей страны? Какие главные приоритеты будут в 2021 году? И, конечно же, как должна осуществляться дальнейшая деятельность наших дипломатических представительств за рубежом в этом направлении? Ну, прежде всего, надо сказать, что азербайджанская внешняя политика – успешная политика. И Азербайджан располагает очень серьезным политическим ресурсом в регионе, что позволяет здесь реализовать различные формы сотрудничества. В частности, это фактически азербайджанское изобретение, это трехсторонний формат отношений. Таких форматов несколько, и они достаточно успешны. Достаточно вспомнить формат отношений Азербайджана, Грузии и Турции, Турции, Азербайджана, Ирана, России, Ирана и Азербайджана. В общем, вот эти форматы фактически инициатором создания этих форматов выступал Азербайджан, Баку. Конечно, мы нацелены на развитие этих форматов. Кроме того, мы ретранслируем нашу внутреннюю повестку на внешние, скажем, горизонты, на внешний мир. Мы активно развиваем сотрудничество с другими государствами, со странами Европы, со странами Америки, Соединенными Штатами Америки, со странами Дальнего Востока, такими государствами, как Китай, Корея. То есть эта география постоянно расширяется. Конечно, расширение географии, большой интерес других государств, сотрудничество с Азербайджаном, диктует нам необходимость подготовки кадров. Конечно, дипломатические наши представительства за рубежом должны быть достаточно мобильными и с учетом тех реалий, которые сегодня складываются в регионе, устраиваются отношения с другими государствами. Вы отметили приотношения Азербайджана и Америки. Я хотела бы спросить у вас, как по-вашему, как будут развиваться эти отношения при новой администрации Белого дома США Джо Байдена? И какие ожидания у нас от этих отношений? Конечно же, с учетом того, что Азербайджан и Соединенные Штаты имеют двухсторонние экономические отношения, торговли и инвестициях, а также сотрудничество в сфере безопасности и обороны. То есть будут ли укрепляться эти отношения? Мы очень надеемся, что эти отношения будут укрепляться, не только укрепляться, а развиваться по многим направлениям. У нас есть непочатый край, что называется, дел. Очень много направлений, в которых мы можем и должны активно, конструктивно сотрудничать. Прежде всего, речь идет о региональной безопасности, о реализации экономических проектов, энергетических проектов. Для Соединенных Штатов Америки Азербайджан является партнером номер один в регионе. С экономической точки зрения и с точки зрения решения вопросов безопасности достаточно отметить, что через Азербайджан проходит важный маршрут доставки грузов в Афганистан. Это тоже очень важный маршрут, обеспечивающий безопасность в регионе. Конечно, мы не можем сегодня говорить о том, что надо исходить из тех наработок, которые были только в прошлые годы. Мир меняется, региональная ситуация меняется. Мы должны, наше отношение должно отвечать этим реалиям. Азербайджанская сторона, конечно, хотела бы, чтобы Соединенные Штаты активно принимали участие в восстановлении наших освобожденных территорий. Различные бизнес-структуры активно участвовали в этом процессе. Я думаю, что для этого есть хороший задел. Я думаю, что нынешняя администрация Соединенных Штатов достаточно прагматично подойдет к этим вопросам, и мы будем реализовывать наши отношения уже в новых условиях эффективно. Спасибо вам большое за подробные ответы. Отмечу, что с нами на прямой связи был политолог Азербайджана Ильгар Белизадек.